Судьбу победителя общественной акции благородства решают 20 экспертов общественного совета. Это уважаемые люди Самарской области, имеющие общественный вес. В их числе и главный редактор телекомпании Самарагис Елена Орлова. Оценивают поступки самарцев и победители акции прошлых лет. Как сказать, человек подвиг совершил или не подвиг. В прошлом году у нас был победителем акции сотрудник ОМОН. Увидел, услышал детский крик, увидел мальчика, который купался в фонтане и очень сильно ногу порезал. То есть там было очень сильное кровотечение. Соответственно, ему оказали первую помощь. Как это считать? Это благородный поступок или неблагородный поступок? Или же человек просто, сотрудник просто выполнял свои служебные обязанности? Выбрать победителя непросто. Это уже второе заседание общественного совета акции благородства. Первое прошло месяц назад. Из 180 заявок рассмотрели половину. Каждая история подвига достойна награды. Уверены члены совета. Благородные поступки совершают не только взрослые, но и дети. Мы же должны отмечать людей, кто совершил благородный поступок. А многие, кто совершает эти поступки, они и не считают, что они что-то такое совершили. Так вот, есть люди, которые живут по этим законам, по своим. В этом году конкурс проводится под девизом «Творим добро вместе». Победителей и лауреатов наградят 9 декабря в ДК Пушкина по 20 номинациям. За 20 с лишним лет дипломы акций благородства получили более 700 человек. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Видно, собирает. Собирает.